МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапы. Регион в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. В ближайшие несколько минут об основных событиях прошедшего дня. Как только зашла техника, начали звонить сразу, что правда будет асфальт. Новые дороги Анапы. Какие улицы были отремонтированы в сельских округах? Нету, значит, каких-то документов, подтверждающих собственность. Значит, соответственно, это акцировать. Какие правила действуют для гостей и курорта в период карантина? Вопросы, поступившие на прямую линию, которую провел первый заместитель главы Анапы. В Краснодарском крае выздоровели 68% заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки на Кубани зафиксировано 80 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3662 человека. Из них 218 детей. За последние сутки выписано 128 человек. Всего выздоровело 2521 пациент. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 33 заболевших коронавирусной инфекцией. В сельских округах Анапы до конца года будет отремонтировано более полусотни дорог. Специалисты уже выполнили 50% объема всех работ. Сегодня подрядная организация завершает подготовку дорожного полотна на улице Мира в хуторе Утаж. Ремонт этой дороги находится на личном контроле главы города. Здесь расположены школы и детский сад. Какие улицы будут еще отремонтированы, в этом году узнала наша съемочная группа. Как вспоминают жители хутора Утаж, асфальт на улице Мира положили еще 30 лет назад. Однако просуществовал он недолго. На этом участке дороги проходит водопровод, который регулярно ремонтировали. Тяжелая техника разбила покрытие. Асфальт пришлось заменить на щебень. Но на этой улице расположено два социальных объекта. В непогоду в детский сад и школу было сложно добраться. Детей каждый день возим и в школу возим. Не проехать, не пройти, речной слякать, грязюком. Проблема с прорывами труп уже давно решена. Осталось только привести в порядок дорогу. Глава курорта Юрий Париков лично побывал на месте во время рабочего объезда и дал поручение ситуацию исправить. На этой неделе на улицу Мира зашла дорожная техника. Мы с нетерпением ждем, когда работы закончатся. И мы ждем, и жители Утажа, они как только зашла техника, начали звонить сразу, что правда будет асфальт, да, правда, будет асфальт. И огромное спасибо Юрию Федоровичу, что услышал наши просьбы, просьбы жителей. Сейчас специалисты ведут подготовку участка. Перед асфальтированием дорогу выравнивают так называемой щебневой подушкой. Ее протяженность почти полтора километра. Работу планируют завершить к концу следующей недели. Накануне асфальтирование дорог завершилось еще в нескольких сельских округах. Так, в хуторе Воскресенском была отремонтирована улица 23-го портсъезда. Ее протяженность порядка 300 метров. Заасфальтирован и участок улицы Бороздинской, ведущий к садику в хуторе Чембурга. Мы сделали здесь асфальт, который, кстати, проходит к детскому садику. У нас приоритетными являются социальные объекты. Вот на сегодняшний день, асфальт полностью сделан, отсыпана обочина. Кстати, какие именно участки будут отремонтированы в Анапе, в первую очередь, зависят от самих жителей сельских округов. Они должны обратиться в Совет общественности или местную администрацию, оставив заявку на асфальтирование улицы или отсыпку дороги щебнем. После комиссионного обследования принимается решение о включении дороги в план ремонта. Наглядный пример совместной работы – улица Лиманная в селе Витязево. Дожди, лужайки были, невозможно, специально обувь надо было одевать. А сейчас нет, как дождь, спокойно, как лето, сухо едешь. Сейчас вот прекрасно, хорошо сделали, спасибо. На сегодняшний день уже сделали асфальтирование от улицы Черноморская до улицы Мира. Значит, это как у нас делается? Это главы сельско-крова совместно с Советом общественности присылают нам заявки. Мы обрабатываем и ежегодно проводим аукционы на эти виды работы. Значит, у нас еще в Витязево запланированы работы по щебенению улицы Красноармейской. План дорог в сельских округах был составлен еще в прошлом году. По словам подрядной организации, проблем с поставками материалов в условиях карантина нет. Все работы будут сданы в срок. За несколько месяцев в Анапе уже отремонтировано 34 дороги. 15 из них в асфальтовом исполнении и 19 в щебне. До конца года твердое покрытие получат еще 30 улиц. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Прямую линию с анапчанами провел первый заместитель главы города-курорта Сергей Петров. За один час поступило порядка полутора десятков обращений. Больше всего звонивших интересовали перспективы предстоящего курортного сезона и как можно сегодня приехать в Анапу из других регионов. Сергей Петров подробно рассказал о правилах, которые действуют в период карантина. Или наша местная прописка, или же это должен документ о том, что у нее есть какая-то собственность или какое-то жилье в ее личном пользовании на территории нашего района. Только так. Если нету, то есть это для чего делается? Для того, чтобы у человека было понимание, вернее у нас было понимание, что человек находится на самоизоляции. Нету, значит, каких-то документов, подтверждающих собственность. Значит, соответственно, это обсерватор. Она же едет ко мне, у меня здесь собственность. И они возьмут справку, там сделают документы, вот на ковид дадут до два дня до отъезда. Я еще раз повторяю. Дело в том, что самоизоляция, это говорит о том, что она должна проживать не с вами, а в отдельной квартире, в отдельной комнате и там и прочее. Но на это у нее должен быть документ. Такая правила, мы оговорены вот такое, вот именно так, никак по-другому. Есть постановление губернатора, где это четко прописано. Все вопросы, поступившие на прямую линию, первый заместитель главы курорта взял на контроль и по каждому из них будет дан ответ. Анапскими полицейскими задержан подозреваемый в серии краш велосипедов. Им оказался ранее несудимый 29-летний житель хутора Заря. С середины мая и до конца месяца ему удалось совершить 6 краш велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Общая сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей. Благодаря камерам видеонаблюдения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Анапе установили личность подозреваемого. Задержан он был по горячим следам после совершения очередного преступления. Все 6 украденных велосипедов мужчина хранил дома. Теперь они будут переданы законным владельцам. По фактам совершенных преступлений возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. До суда в отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. В прошлом году в Анапе открылась современная многопрофильная клиника «Шарите». Клиника славится современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Какие заболевания можно диагностировать и вылечить, обратившись к докторам клиники, узнаем в следующем сюжете. «Шарите» – это современная многопрофильная клиника, соответствующая высоким европейским стандартам лечения и сервиса. В клинике ведут прием специалисты высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Основа «Шарите» – это новейшее диагностическое оборудование класса «Премиум» с точной обработкой полученных данных и анализов. В процедурном кабинете забор крови и диагностика вен производится с помощью аппарата «Веновизор». Лабораторная диагностика дает до 70% информации о состоянии здоровья человека. В клинике ведет прием гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. И мы имеем диагностику для всех заболеваний, в том числе для синдрома раздраженного кишечника. Мы определяем кислотность желудочно-кишечного тракта. Мы исключаем онкозаболевания. В клинике стоят два экспертных аппарата УЗИ. Сбой в работе щитовидной железы можно определить при комплексном исследовании, которое включает сдачу крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы и консультацию врача-эндокринолога. В клинике лечат заболевания эндокринной системы, подбирают инсулинотерапию. Мы имеем дневной стационар, где мы можем провести внутривенное ведение лекарственных препаратов под контролем врача. Врач-акушер-гинеколог проведет диагностику и при необходимости лечения различных гинекологических заболеваний, поможет подготовиться к беременности и ЭКО. В клинике работают два акушер-гинеколога, которые имеют высшую категорию. Они ведут беременных женщин с первого этапа, до последнего до родов. Мы выдаем также листок нетрудоспособности. Врач-дерматовенеролог проводит дерматоскопию кожных новообразований. Это современный нетравматичный метод диагностики. Лечение производится новейшими лазерными аппаратами. Клиника Шарите также предоставляет широкий спектр косметологических услуг. Опытные специалисты помогут сохранить молодость, красоту и привести в порядок фигуру. Клиника Шарите – европейский уровень медицины в Анапе. Город Анапа, улица Астраханская, 76. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anapregion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Далее информация о партнерах нашего выпуска. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Берегите себя и своих близких. Свежие овощи и фрукты, крупы и молочную продукцию от кубанских производителей можно приобрести на оптово-розничной базе в районе санатория «Россиянка». Большой ассортимент, низкие цены и бесплатная парковка для посетителей. Все это на оптово-розничной базе «Альтернативе восточному рынку». Анапа, улица Кольцевая, 15, поворот на Чембурку.